Девушки отдыхают Кавалерия приехала. Я что, я заказывал, что ли? Это я вызывала. Ну, что у вас тут? У нас тут? Это у вас тут, что принцов встречать следователя СК нападением. Не тому вопрос задаете. Можно подумать, у вас в Питере нет хулиганов. У нас в Питере нет хулиганов. Все к вам приехали. Все к нам? Напишите заявление, я пройду расследование. Не зашел вас. Значит, девушку доставьте домой в целости и сохранности. Разберемся. Пойдем-нибудь. Пойдемте. Вам бабочки? Я помогу. Нара, там твоя мамашка до их нет. Я ее по случаю из обезьянника выпустил. Так что давай, живо. Да что ж такое-то, не успеешь приехать, получишь сразу. Карапанков, куда ты меня устать? Да давай, залезай, залезай. Все нормально. Залезай, но она же лыка не вяжет. Давай, давай, протрезвей, давай. Залезай, все хорошо. Поехали. Значит, все те труды успели прогнать телегу о том, что наказывают меня за съем... Нет, что это такое? Несовершеннолетних. А, понятно. То есть, меня либо пустили по статье, либо предложили договориться по-хорошему. Ага, понятно. А кто меня застукал? Ферапонтов. Правильно, больше некому. А почему? Он что, на каждую драку, что ли, ездит? Нет, конечно. Не вертись, пожалуйста, а то я никогда не закончу. Правильно, действительно. И мать Нары у него под рукой напишет любое заявление, какое попросишь. Кто он вообще такой, Ферапонтов? Он из местных? Да. Он даже был моим соседом. Да? Можно сказать, дружили семьями. А почему же он тогда твое заявление не принял? Ну, потому и не принял. Сказал, не позорься. Ну, просто все эти девушки. Стали здесь с проститутками? Ну, так, по крайней мере, говорят. Давай. Спасибо. Клей. А что за ночью мне ничего не сказала про это? Ну, наверное, берегла свою рюк. Все. Подожди, а ты что делала здесь? Рядом с гостиницей, а? Я шла к тебе. Спасибо. Сейчас, прости. Ах ты. Да. А, Нара. Конечно, помню. Вас трудно забыть. Нара. Да. Так. Так. Хорошо, иду. У меня есть свидетель. Пошли. Ну вот, дом номер девять. Тесник. Тесник. Что с Оксаной? Они же вместе смело уехали в Питер. Оксана жива. И ты можешь помочь ее спасти. И может быть, кого-то еще из девочек. Кто бы меня бы спас. Хорошо, ты можешь ничего не говорить, я буду говорить. Ты просто кивни, если я скажу правду. Кто-то советовал вам ехать в Питер поступать. И в случае непоступления обещал устроить вас элитными проститутками. Так? Кто это заучил? Ферапонтов, послушай, если вы не наш официальных показаний, я не смогу их использовать и не смогу вам помочь. Нарочка, ну пожалуйста. Чей это имейл? Нара. Тербурщик. Пойдем. Доброе утро. Доброе утро. Я в душе. Марусенька, а ты уже была в душе? Шаман, с ума сошел. Ладно, я весь твой, Марусенька. В общем так, у всех пропавших девушек были странички в социальных сетях. Да. Но по приезду в Петербург эти сетевые дневники внезапно исчезали вместе с их хозяйками. Ах. Кто-то аккуратно ликвидировал их аккаунты. Ну, надеюсь, старые барышни еще живы. Дальше что? Что там за учим? Ну, твоя скромная завуч из Новозерска приобрела прекрасную квартиру в Санкт-Петербурге в прекрасном районе. Ага. Ну, ты видишь, Марусенька, мы с тобой не в той области работаем. Я и раньше это понимала. А ты имейл пробила? Да, конечно. Фомин Николай Евгеньевич, судим. Проходит по оперативной информации как сотрудник. Профиль вербовка девиц для борделей. Ага. Из твоей завучиха они не первый год переписываются, правда, изопливым языком. Но ясно, что она сливала ему данные кандидаток. Понятно. Надо срочно доставить его в комитет. Уже подсуетились, товарищ шаман? Ребята с самого утра за ним поехали. Ммм. Спасибо за службу, Марусенька. С меня магнитик. Да, еще. Зовучиха взяла вчера билет на ночной поезд. Послушай, шоколадку можно сожрать. А магнитик будет всегда напоминать о моем существовании. Давай, пока. Пока. Э-э-э-э, ты куда едешь-то? Шеф, до следственного комитета подкинь. Опаздываем, жуть. О, смотри. О, очнулась, красотуля. Держи. Второй день уже не встаешь. Ну что, набегалась раздетой. Ленчик за тобой приглядит, а мы на обход пошли. Ну что встали? Пойдем. Я вернусь. Ну да. Гражданка Смыслова, откройте полицию. Сейчас, еще минутка. Ник, здесь тебе звонок. Я поняла бы, хорошо. Мама, мамочка родная, ответь. Черт. Данная лица связи недоступна для абонента. Ваня. М? Звонок был с питерского номера. Я в Питере никого не знаю. Ваня, а вдруг это... Да все нормально. Не паникуй, сейчас пробьем этот номер. Собирайся, нам нужно выезжать. Марусенька, привет. Пробейка на Миротчик. А вот и Макс. Привет. Здорово. Выходи. Ну что? Здрасте. Здорово. Здорово. Привет. Знакомые просят помощи. Познакомься. Это Антон. Антон. Макс. Тут, в общем, такая история. Его кинул торговец рынка. По кличке Батыль. Принял товар, продал и не заплатил. Сказал, что фрукты были гнилые. Ему надо с ним поговорить. Просит, чтобы мы его морально поддержали. Морально? Не более того. Просто постоять в сторонке. Ведь у того охраны, а у Антона только друзья. Вот здесь вполне приличная сумма. Я не работаю, что баллы за деньги. Проверка, извини. Я не понял. Конечно же, мы делаем это не за деньги, а ради дружбы. Мы же друзья. Проверка, извини. Пока я его не найду. А я ее найду. Обещаю. Сегодня в 8. На рынке. Хорошо, придут. Давай. Спасибо. Если можно, еще. Девушка. Вот и четвертый. Нет. Да, Саня, сиди ровно. Выдвигайся на адрес, у меня разговор. Скоро буду. Ну, рассказывай, Фома. Про Саранцеву. Я только сегодня узнал, что она Саранцева. И вообще, что она, это она. Значит, в сети познакомились, да? Да, много лет назад. Она сама мне написала. У нее ник Фея, у меня Фома. Откуда я знаю, кто там под этим ником? Она поставляла мне номера, имейлы, девочек. Я с ними связывался, встречался, свадил с кем надо. По их просьбам. Так что мне начальник даже вовлечения не пришел. А я тебе тогда к шконке пришью, если ты не расскажешь, кому ты поставлял девчонок. Ну, я не знаю. Да? Мне СМС приходил, и каждый раз с нового номера. А откуда они знали твой номер? Я же не секречусь, меня многие знают. Я привозил девчонок в кафе, через какое-то время останавливалась машина с тонированными стеклами. Девчонки туда садились. А через неделю я получал СМС с номером камеры хранения на вокзале, где лежал мой гонорар. Красиво рассказываешь, но неправдоподобно. Посиди, подумай. Давай, вставай. Леха, разберись с ним. А мы с Саней его фею сейчас навестим. Ну что, посмотрим, как живет простой русский завуч? Саней его фею сейчас навестим. Опоздали. Часу не прошло, кто-то нас опередил. Черт. Так. Так, давай-ка пососедим, поспрашивай там. Да, Шаман. Розен, привет. А догадай, что случилось с Саранцевой? Ничего себе. Ага. Понял. Да, Фома, ты попал. Убили твою фею. Прямо на квартире. Сегодня утром. Это не я. Я же говорю, я ее в глаза не видел. Это они. А их ты тоже не слышал, не видел и не знаешь. Год рождения. Знаю одного. 960. Кто это? Ножкин. Мы с ним вместе начинали. А потом он нашел спонсорей и открыл бордель вип-класса. Так этим хозяйством уже 10 лет и заведует. Но там все серьезно. Он сам за девками не приезжал. Машина, тонированные стекла, бабки, вечерики. Читай. Вслух. Сегодня 19.00 у зоопарка без девок. Вот чудные. А зачем я им без девок? Они что, мне премию решили выписать? На тот свет они тебя решили выписать. Вслед за Саранцевой. Готов сотрудничать со следствием? Сверхный комитет Сен-Ти-Шамана. Откройте, я знаю, что вы здесь. Тебе правда телефон нужен? Да. Так я тебе могу дать позвонить. Спасибо, спасибо большое. Я вас не выдам. Мне только о себе сообщить. Ты знаешь, в нашем мире все дашь-на-даш. Я вижу, как вы смотрели в глазок. Откройте. Открой, сказал. Решайте, пока наши не пришли. Хорошо, я согласна. Только сначала позвоню. Умница. Вот тебе телефон. Ой, это вы. Да. А я так боялась, что вы не придете и не спросите. Что я должен вас спросить? Скажите, вот эта женщина напротив, она ваша жена? Моя жена? Да, да, да. Да. А я именно так вас себе и представляла. Телефон абонента выключен или находится в сезоне сети? Звони, звони. Кому же еще? Кому же еще? Дядя Леша. Вы такой интересный мужчина. Не то, что тот, который приходил к вашей жене сегодня утром. Сегодня утром? Да. К моей жене? Да. Я понимаю, вы хотите застукать свою жену с любовником? Ну, конечно. Так вот, я свидетель. Сегодня утром он опять приходил. Ах, опять приходил? Да. Но это вам просто ни конца, ни края нет. Кто это? Дядя Леша, Эрик Сын. Абонтанчик, это просто счастье какое-то. А я встречу. И мама твоя тоже. Ищем тебя и девочек. Все полицию, понимаешь, на ноги подняли. И ты тут звонишь. Короче, меня похитили, я сбежала. Я маме звонила, она не отвечает. А больше никому не звонила? Нет. И не звонить. Асан, это опасно. Ты здесь, я тебя лично встречу. Я под Питером. На седьмом километре Ананинского шоссе. О, чего? В общем, недалеко от шоссе прячусь. Я тут неподалеку. Выходи к шоссе. Буду минут через 15. Хорошо, я поняла. Он каждый раз приходит к ней, когда она в эту квартиру приезжает. Ты что? Один раз даже в форме. Ах, даже в форме. Так дела не делаются. Ты же обещала. Пожалуйста, не надо. Я скоро иду, и все. Я тебя достану. Вот этот вот? Он. Он самый змей под колонной. Стой! А вот стой! Стой! Стой, говорят, там нечестно! Помогите! Стой! Оксана! Оксаночка! Оксана! Оксана! Сидишься? Какое счастье-то! Я уж думал, мы тебя никогда не найдем! Это кто? Да это так. Где мама? Мама в машине! Все хорошо! Ну-ну-ну-ну-ну! Все, пора. Пошли за мной. Чёртого батарейка! Хорошая! Твоя собака! Нет, не моя, а жены! Не смеян! Что тебе от меня надо? Имей совесть, шаман! У меня сегодня выходной! Мне с этой тварию ещё целый вечер гулять надо! Не смеян! Послушай, вопрос жизни и смерть! Всё, всё, у меня сегодня выходной! Не смеян! В общем, на этом заводе организован садистский бордель! Там в неволе сидят девчонки, совсем ещё маленькие, но как твои дочки! Нужно, чтобы они вышли оттуда в целости и сохранности! Перешли! Вот эту вот смс-ку... Какую смс-ку? Ну вот эту вот, всю ночь сочинял, послушай! Дорогой друг, по случаю юбилея фирмы, для постоянных клиентов завод предоставляет услуги с праздничными скидками! Ждём вас сегодня вечером, на вашем месте исполнится любые ваши желания! Нормально? Кому послать? Ну, одному любителю нарушать ПДД! Шаман, ты больной! Я тебя тоже люблю! Он выскочил на дорогу! Вот тварь! Давай быстрей, быстрей! Стой! Я управляю тебе! Макс! Макс, назад! Назад я тебе сказал! Спасибо! Скидки на посещение зоопарка, новые павильоны экзотических животных, скидки на посещение зоопарка... И рожки! Новый павильон экзотических животных... Горячие! Который что? Который час, вы сказали? Нет. И рожки горячие! Бабка, дай-ка мне пирожок с капустой! С яйцом, деда! С капустой ты все уже сожрал! Будешь? Давай с яйцом! Нас не подведут эти, звери? Да ты что! Это наши люди, два капитана! Объект даже рыбнуться не успеет! Два капитана! Держи! Приятного аппетита! Спасибо! Пирожки! 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 Горячие пирожки! Горячие пирожки! Все для ваших детей! Вот, вечно! Пирожки! Пирожки! Стой! Давай, давай, давай! Здорово! А какой дом? Три семь с третий! Казал! Алло! Слушай! Черт! Разворачиваются! Ты сам мой? Только что приказал долго жить. Возвращайся на завод. Хозяин тебя хочет за границей приправить. Понял. Через час ждите. Ну что, смотрим? Бегом! Ну! Не знаю, куда вы меня переправить хотите, спасибо. На тот свет не сбежу. Я уж как-нибудь сам. Прощайте, винятушки. Чёрт! Ну что, дружок, возьми с полки пирожок. Руки! Луши мотор, полиция! А так, маршрутка кольцо делает. Это мой город. Взять! Ах, бегался. Антоф, я ж тебе сказал, чтоб сюда больше не приходил. Так важно-то только то, что говорю я. А я сказал, тема не закрыта. Я покупаю твою долю. За эти грабительские деньги. А ты больше хочешь? Эти, куда? Ребята, да вы чё? Мы же драку не подписывались. Боим! Боим! Стояние! 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 Подождите! Эй! Стояние! Прыгай, прыгай, прыгай! Да что ты! Шеф, проблемы? Да не могу дозвониться с предупреждения. Да что ты! Не отвечают? Да сигнала нету! В городе думал, что позвоню по дороге. А видишь, что вышло? Это что ещё? Это что-то ненормальный следак. А ну-ка, тормози! Так, давай разворачивайся. Чёрт! Ни о чём не спрашивай, ладно? Как скажешь. Тебе домой надо было или тебя в другое место отвезти? Нет, всё правильно. Спасибо. Увидимся. Заказчик драки? Антоша Мокрый. Да, знаю такого. Безбашенный тип, но с хорошей крышей. Посадить будет сложно. Да, Антоша, я как-нибудь сам разберусь. Для меня важнее наказать этих пацанов, которые напали на меня и на моих людей. Уважения не будет, если я их не накажу. А я хочу, чтобы всё было по закону. Вот здесь мы с вами очень похожи. Куда? Налево? Я требую своего адвоката. Господин Ларионов, вызвав адвоката, вы фиксируете тем самым факт отказа от помощи следствию. Какой ещё помощи? Я решить, ты ничего не понимаю. Час назад. С завода сбежали две девочки. Сейчас их приводят в чувства, а после этого мы устроим вам с ними очную ставку. Какую очную ставку? Вообще зачем? Вот эти вот, девчонки. Опознали вас по фотографиям. И заявили, что подверглись с вашей стороны сексуальному насилию. Возвращенной форме. С причинением ущерба здоровью. Я вообще-то не с обеими. Я только с одной. А эту не трогал точно? Только с одной. Вот с этой у меня ничего не было. Вот ей-богу, ничего не было. Вот мамой своей клянусь, вот с этой у меня вообще ничего не было. Только признаний недостаточно, господин Ларионов. Необходимо ещё... Какая помощь? Помощь? В котором часу всё это произошло? Около восьми с четвертью. Вы подожди, остановите. Отмотайте назад. Увеличите. Стоп. Это всё. Это немало. Вам сказочно повезло, Батый. Знаете почему? Потому что я знаю этого парня. Как и его отца. Чё, Сань, как дела? Да нормально, вот смотри. Давай-давай, шевелись. Да. Пришла информация. Машина с директором въехала на завод. Можно начинать. Спасибо. Скоро рассвет. Да знаю я. Ну что, всё ясно? Да, давай что-то дома. Есть. Да чёрт, куртка мала. Есть. Да что ж, даже не разогнуться. Шут с ним. Пойду без броника. Хочешь без броника? С катертью дорога. А так ты хочешь сказать, что я похож на водителя этого... Извращенца. Одно лицо. Да. Да пошли вы. Здорово. Здорово. Слышь, братан, мой хозяин тут у вас отдыхал вчера. Короче, ему всё понравилось, требует продолжения банкета. А почему без предупреждения? Ну, ты ж понимаешь. Угу. Сейчас. Это КП. Антон Реосик приехал за новым включением им. Пропускай. Так он же без предупреждения. Я в курсе. Пропускай. А ты что, заболел, что ли? Что тебе с голосом? Приболел немного. А будешь умничать, уволю к чёртовой матери. Я сказал, пропускай. Добро, пропускай. Так. Давай, подключайся. Видеокамера под контролем. Неплохо у них там всё оборудовано. Почти Лас-Вегас. Лёг, глянь, чё там? Чё это вдруг? Свяжись с КПП. Эй, ворота, кто тут к нам пожаловал? Да это Ларионов. У него приглашение. А почему мы не в курсе? Ну, не знаю. Всё нормально. У меня списки есть. Там дальше сами разбирайтесь. Ну. Здравствуйте, снова к нам? Да, у вас здесь очень притягательное место. Кот вашего приглаши. А. Нигде нет. Стоп. Ну-ка, увеличь. Это она. Шаман, ты куда? Светает. Твой последний рассвет. Сбежавшие от нас автоматически лишаются права на жизнь. Поэтому ты сегодня пойдёшь в качестве самой главной нашей услуги. И это будет последний секс в твоей жизни. Поверь мне, это не самый плохой вариант. По крайней мере, это будет красиво. Ну, считай, давай скорее, где у тебя номерок-то? Да был только что. Синий такой. Что? У вас новый водитель? Второй день работать. Не трудитесь, мы всё проверим. Был же. Что за чёрт? Смотри. Мордый сон! Принимай! Где хозяин? На втором торже. Пойди. Проверь все системы охраны. Окей, босс. Живо! Вместе. Мужик, ты чего? Извините, вы не подскажете, где здесь? Ушел, гад. Ушел, гад. Поехали, гад. Ушел, гад. Стоять! Руки поднял! Попомни! Стоять! Я её убью! Стоять! Спусти её! Подойдёшь ближе, сверну голову девке! Свою голову упадёшь, я убью тебя! Ты как? Всё нормально? Всё нормально. Кто тебя придёт, обратно на завод. Забись ей. Давай. Поехали! 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 КОНЕЦ Ой, господи, доченька. Ну чего, девушки, наверное, сразу в Новозерск? Нет, не так быстро. Еще пару дней побудем, да? А, ну так отлично. Да давайте вас приглашаю завтра к себе в гости вечером. Надо как-то отметить встречу-то. Никого не будет, только вы, я и, может быть, мой сын Абултус. Придете? Хорошо, договорились. Ну отлично. Ну отлично. Спасибо большое, дядя Ваня. Давайте, гресь. Подожди. Дядя Ваня. Чего? Спасибо. Майор юстиции Шаманов. За блестящее выполнение операции по нахождению Веры Черной от имени управления награждаю вас почетной грамотой и премией. Распишись. Чё это такое? Подожди, а что за поимку банды похитителей девочек мне ничего не полагается? Так, не задавай дурацких вопросов, мой ответ ты знаешь. Распишись. А за поимку банды я тебя уже наградил. Чего ж ты наградил-то меня? Отгулом. Аж на целый день. Ты знаешь, ваши отгулы я знаю. Как только проснешься, сразу позвонишь ты и скажешь, шаман на работу. Не, ну сейчас все по-взрослому. Обещаю тебе с нуля ноль ноль до двадцати четырех ноль ноль не звонить. Зуб даю. А что мы здесь забыли? Да вот тут получил одну неправедную премию. Хочу потратить ее правильно. На праведных людей. Подожди мне немножко здесь. Я сейчас сбегаю, потом поедем в гостиницу с Оксанкой и домой. Там Макс уже наготовил чего-то. Возвращайся быстрее. Давай. Давай. Слушайте, забыл шампанское купить. Пробивайте, пожалуйста. Здравствуйте. Привет. Привет. Классно выглядишь. Спасибо. Ну, очевидно, жизнь с летчиком сопутствует красоте. Я с ним не живу. Не знаю. Я с ним дружу. Да ладно. Я в тот вечер все видел. Он остался у тебя. А это я тебе мстила за твою глупую выходку. Значит, ты теперь одна? Я в поиске. А ты верно сохранишь? Мужчина, будете пробивать? Вы мне кассу держите? Да в поиске. В поиске. Ну, вот вы говорили. Ваня, что случилось? На тебе лица нет. Ничего. Ничего. Просто... Что просто? Просто я... Я ее очень сильно люблю. Ты прости меня, пожалуйста. Я поняла. Прощай. Спасибо за Оксану. Господи, как же я тебя ненавижу. Я тоже себя иногда ненавижу. Привет, Макс. Гостей не будет, не спрашивай, почему. Так получилось. И что мы будем делать? У меня вечер свободный. Понял. Жду твоих предложений. Ну? Хорошо. Перезвоню папу. Придуму что-нибудь. Смотрите завтра. Рассказывайте, как вы вошли, как вы прицелились и, самое главное, как вы скрылись через черный ход. Черный ход? Я... Так, положите. Дальше Комяков. Вскочил. И бросился от вас спасаться в подсобку. В подсобку? Идите сюда. У вас здесь подсобка. Что сделали вы? Я вот сюда подбежал. Так. И потом быстро закрыл дверь. Держи. Закрыл. Открывай. Ну-ка, ломай дверь. Ломай дверь. Как ты делаешь? Ломай дверь. Ломай дверь. Ломай дверь.